Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы проводим целую серию, как цикл бесед. У нас название называется «Во свете Библии». Ну, всем известно, наверное, что такое Библия. Библия Священного Писания. Вот они. Видите, как выглядят. Мы православно признаем 77 книг открытым оком. Вот брат Игорь Дыбунов. Он озвучивает вопросы. Вопросы эти задавали мне раньше и задают сейчас. И по телефону. И я три радиопрограммы вел в свое время. В разных институтах, университетах, школах, милициях. То есть сюда и везде. И вот к некоторым вопросам приходится возвращаться. Оказывается, ответил. Мне казалось подробно. А люди говорят, а вот это не ясно. Тут я заблуждался неоднократно. Я думаю, всегда все ясно. Отвечаю, опять ошибся. Да вы даже не понимаете, что мы вообще ничего не знаем. Вы называете неканонические. А что такое вообще слово неканонические? Значит, какие-то есть канонические. Мы это слово не знаем. Виноват. Мне очень трудно войти в положение тех, которые совершенно ничего не знают. Мне не верится, что человек научился разговаривать и ничего не знает. Ну вот так. Пожалуйста. Ну как раз вы упомянули неканонические книги. Вот вопрос о неканонических книгах. Когда беседуешь с сектантами, то очень часто это бывает тупиком. То есть даже об этих книгах они не хотят и слышать. Называют их апокрифами, поддельными и так далее. И это так же, как на мусульман влияют изображения, иконы. Ну так вот сектанты относятся к неканоническим книгам. У них, как мы знаем, 66 книг. У нас 77 книг всего в Слове Божьем, в Библии. Ну и вот что говорит об этом Слово Божие? Как беседовать с сектантами? И вообще, как относиться к неканоническим книгам нам, православным? Я на этой теме полвека пробыл. Раз я православный, я пользуюсь неканоническими книгами. Но симфонии на канонические есть, разные. И самая лучшая из всех симфоний, я признал, Вернигородская. И это я легко докажу. Во-первых, глагольные формы, падежи, сведены в одну. А не так, что корова, коровы, коровой. Ищи, а ты же не только слышал корову. А где искать? Допустим, такое бывает слово. Ад, адом, об аде. А оно куда идет-то? Разброс-то какой? А там же точно идет по буквам, по алфавиту. И, например, тьма. А тьма тьмы, тьмой, оно разбрасывает, вообще не найдешь. Поэтому большой труд состоял в том, чтобы все глагольные формы, допустим, шел, пришел, ушел, соединить воедино. Ну и чтобы легко было искать, это надо знать, просто, священное писание. Потому что в каждую строчку надо сократить ее так, стих большой, где встречается слово, чтобы оно вошло именно в эту строчку. У меня на книгах были очень хорошие корректоры. Вот у нас здесь областная, краевая газета «Алтайская правда». Там двое у меня были. Антонова, Рубцова. И здесь два корректора. Потому что это 38 книг, по 752 страницы. Очень сложно. Я как-то отдал корректору, она филолог, филолог, кандидат наук. И она взяла и с трудом, с трудом закончила первую книгу стихов. Я говорю в стихотворении «И снопы поклонились себе до земли». Она не понимает, какие снопы. Я об Иосифе говорю. Ей надо знать о чем. А у меня непрерывная, так называемая, экстраполяция событий, перенос во времени. И за тысячи лет я переношу в наше время, раскрывая в двух строчках обстановку, а потом к конкретному человеку обращаю. Они вообще, у них голова кругом идет. И когда симфонию мне нужно было корректировать, у меня 18 человек сидело за ней. Никто не берется. Мы вообще, говорит, не можем ничего сделать. А их надо было где-то там сократить. Ну, не канонически, значит, что такое канон? Это легко узнать. По словаре иностранных слов. Это жезл, палка, мерила на что-то именно. Канон. Ну, какой канон? Канон меряем мы сутками 24 часа. Вот канон 24 часа. То есть это на все канон. И канон церковный. Иногда называют канон. Как если у нас компас, то моряков компас. Неканонические книги, а они под звездочкой стоят даже у православной. Без неканонических книг православная церковь вселенская ни разу не издавала ни одного экземпляра. Никогда. Сектанты сразу обрезали. Но они легко на это идут. Ну, потому что Хаджи Мурат, там есть такое рассказ. Он говорит, если перелез, говорит, передними, то совершил преступление, перелез и задними ногами. Разности никакой нет. Выйдя из церкви, дальше они пустились во все тяжкое, во все вольное. Я это на деле буду показывать. Ни в обиду, ничего. Потому что Ну, я просто это полвека, это не два года. И за полвека я не встретил ни разу, которые хорошо бы знали неканонические книги. Так как симфонии на них не было, мне не встречались, то мне приходилось неканонические книги считать. Какое-то слово, я в выражении не могу найти это. Допустим, нашел мудрого человека, и стирай пороги дома его. Слово мудрый, нашел, порог, и стирай. Этого нигде нет. Они не канонические книги. А я тогда ходил к одной из баптистских, Маши Глушкова, у нее была такая симфония на канонические книги. Я все выписывал, что надо. У меня вообще симфонии не было, достать нельзя было. А неканоническую я пересчитывал заново и запоминал. И поэтому я их знал почти наизусть. Хотя люди знали без почти. Любое слово, как-то мы начали искать там, они искали по словарям, а я на память. Я находил намного быстрее. Я просто сразу, мгновенно его высвечивал. Но я знал, что эти знания мои ограничены. Нужно более полно. И одно время я взялся составлять симфонию. Ну, чтобы вам было понятно, что такое симфония, на канонические книги составляли 20 человек 5 лет. 5 и 20, это 100 лет получается от одного человека. Доказывать-то не надо. Ты его просто попробуйте. Я в одном числе решил создать на 5 книг хотя бы. Это Сираха, Примудар Соломона, Третья Ездра, Тамваруха и Послание Иеремии. И я ее составил в течение года. В течение года я ее на пишущей машинке отпечатал, переплел, и кто хотели, они ее получили. Но, возможно, были и пропуски. Это все делалось вручную. Каждое слово. У меня было, сейчас я не могу даже ошибиться, кажется, 324 полных листа, на которых выставлял слова. Я должен сдать эти листы. И вот еду в Новосибирск, а пригородным едешь, ну, перед тобой сиденье такое. И на той стороне. У меня, значит, все четыре сиденья, мной заняты этими бумагами. И она листик за листикой выступает, а проводник проходит, никто такого чуда не видал. И все садятся дальше и озираются. А я только успеваю, еще и слово поставил. У меня как дерево разветвлено. Точно палпает А, Б, Б, Г, Д. В каждом слова сами. Да еще это слово, которое встречается. И в каком порядке в этих книгах. Те симфонии, которые мне стали встречаться, неканонические, составили было очень неумело. Я нашел дореволюционное, недавно изданное были в патриаршестве, неумело, грубо и с пропусками. И тогда Господь, я считаю, от Бога это, дал мне желание, силу, и я взял свою симфонию. Вот я зря ее не достал, потихонечку, может быть, сейчас мы достанем. Дай-ка мне вот эту табуреточку. Я загляну, вот она где, большая симфония. Я тут буду говорить, что время зря не прошло. Показать, чтобы увидели, что симфония уже вышла. Вышла. Вот она где. Вот она симфония. Посмотри. Пожалуйста, симфония. Как она выглядит с круглением в твердом переплете. Вот открываю. Симфония. На неканонические книги. Барнаул, 2004 год. 9 лет назад я ее выпустил. Дальше по благословению. Преосвященного Евтихии, епископа Ишимского и Сибирского. И вот она как. Вот Вернигородская, которая симфония, я говорю, лучше. Я с нее скопировал шрифт, разделение. И когда следующее слово начинается, или предыдущее было, оно здесь пишется. Это все, вот в каком порядке идут, смотрите, главы стихи. Здесь был иеромонах Нафанаил Судников. Дай Бог ему, говорится, душевного спасения. Он это все выводил. Он очень сильно разбирается в этой технике. Ну и дальше Загуляев Александр Сергеевич. У нас был дьякон такой. Его нету. Видите, как все выставлено. И он программист. И вот эта программа, вот уже все почти сделано. Я сейчас не могу точно сказать, это все-таки 9 лет назад было. Ну, в среднем примерно 4 раза мы ее переделывали. И более полный. Нет. Я об этом отвечал и в интернете везде. Вот эта симфония, она примерно по 8 параметрам лучше, самая лучшая, какая была. То есть, ну, единственный недостаток нашей симфонии только один, что у нас мало денег. Вот шрифт, размер его, все с вернигородской сходится. Ну, можно было бы, ну, сделать ее большим размером, букву больше. Но у нас этого нет. Нет такой возможности. Даже вот такая вот, при таком раскладе, и то здесь 404 страницы на 11 книг. Вот. Ну, библейскому обществу 100 экземпляров я подарил сразу. У них этого не было. Приезжал Булатов Алексей Владимирович. И вот я попросил бы сейчас брата Игоря почитать. Я выбрал несколько моментов только, всего несколько, из книг, какие у меня вышли. Я на эти вопросы отвечал. А теперь постарался собрать вместе и показать. Это большая, серьезная тема. Библия состоит из Ветхого и Нового Завета. Ветхий Завет, 39 книг канонических и 11 неканонических. Новый Завет содержит 27 книг. Каждая книга Библии разделена на главы только в 1236 году католическим кардиналам Хьюга или Карро. А в 1551 году главы Библии будут разделены на стихи библиотекарям-французам Робертом Стефаном из библейского справочника Генри Генлей. Санкт-Петербург. Библия для всех. 2002 год. То есть это не мои слова. Первое. Теперь предисловие, которое в нашей симфонии есть. Пожалуйста. Симфония. Первый и наилучший друг и помощник всем, кто любит Библию и Господа Иисуса Христа и желает проповедовать. Это не я писал. Писали люди, которые повыше меня саном и чином, может даже епископ. И дальше что тут написано? Симфония на неканонические книги Библии стала результатом совместного труда группы разработчиков под руководством Игнатия Тихоновича Лапкина. Данное издание выгодно отличается от предыдущих своей полнотой. В 2,44 раза полнее самой полной на канонической. Это каноническое. Каноническое. Это в сравнении с ним. Я люблю математику очень сильно. Вот во сколько наша точнее. То есть у нас практически стопроцентное. Каждое слово выставлено. И удобством пользования подготовлено с использованием компьютерных программ для выборки всех слов. То есть на сегодня является самой полной симфонией на неканонические книги. Данная симфония сделана по образцу Вернегородской. То есть слова даются не по падежам и формам, а все формы слова объединены в одну статью. Например, «Идти ходить шел» или «Ат ада адом» и так далее. Это выгодно отличает нашу симфонию от других и сильно облегчает поиск многих слов. В книгу также включены такие тексты Библии, как 13-14 главы пророка Даниила, молитва Монасии и отсутствующие в Синодальной Библии стихи с 36-го по 106-й А и с 3-й книги Ездры в 7-й главе. То есть у вас из Септуагинта переведено, нет, только в Ульгате эти есть. И оттуда я тоже взял. То есть все полностью выбрано, все неканоническое. Неканоническими книгами постоянно пользовались святые отцы в своих поучениях, такие как Ян Златоуст. Чтение неканонических книг рекомендовано поместными соборами и святыми отцами. Ладикийские правила 50-е 59-е, 60-е, 354-го года собор. Карфагенские правила 33-е, 318-го года собор. Апостольские правила 85-е, это 1-й и 2-й век. Афанасия о праздниках стихи Григория Богослова и Амфилохия. Это вот все, что здесь мелко написано, я вывел крупно, чтобы было видно. Далее я беру из второго тома открытым оком, а их у меня 30 томов, вот что там есть. Вопрос 676-й, Иисус Новин, 10-й глава, 13-й стих. И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ умстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного? Стояло солнце среди неба, и не спешило к западу почти целый день. Что это за книга праведного? Почему ее нет? Вот это мне в университетах задавали люди, доходит книга праведного, но раз есть праведного, стали искать, а ее нигде нету. Теперь я на основании Слова Божия должен показать людям, что в Библии упоминается более десятка книг, которых вообще нигде нету. И поэтому ссылаться на то, что канонически это только взять, а остальные не нужны, а оснований никакого нет. Ответ. Бог верил в Слово Своего евреям, дал им закон, а они ни того, ни другого не сохранили. Деяние 7 глава, 50-30 стих. Вы, которые приняли закон при служении ангелов, и не сохранили. Не сохранили. Речь идет об евреях, которым Бог верил в Слово Божие, и они не только не сохранили, но убивали они тех, кто писал, и уничтожали то, что они писали. Они были враги Бога. Прямо Господь карал их за это дело. И мы это увидим сейчас, где-то. Евреи многие книги потеряли, а некоторые, обличающие их, уничтожили вместе с их авторами. Вот некоторые книги, о которых упоминается в Библии, но которых нигде нет. Ну, давайте по порядку читайте. Первая. Книга Брани Господних. Читаем числа 21 глава 14 стих. Упоминается, где она? Упоминается, значит, она была книга. Дальше. Книга Праведного. Иисуса Новина, 10 глава, 13 стих, 2 царств, 1 глава, Я обращаюсь ко всем сектантам, начиная с баптистов. Ну, вы эти книги вот читали, вы задумывались или нет? Об них упоминает Слово Божие, которое вы любите. Ну, неужели ни разу мысль не пришла заглянуть, есть такие книги или нет? На них ссылается автор книги, вот, Иисуса Новина, книга Царств, вы их признаете. Ну, а дальше вопрос, а сам по себе, ну, а я хочу узнать, где это в книге предсказано? А ее нету. По порядку мы идем. Так это у Иисуса Новина, а об этой книге два автора упоминают. Дальше. Третье и четвертое сразу. Книга Закона Божия и записи постановлений и законов Иисуса Новина. Об них упоминают. 24 и 25 стих. Их нигде вообще нету. Теперь мы считаем, уже 4 книги нашли, о которых канонические книги упоминают, а их нигде нету. Дальше. Пятое и шестое. Записи пророка Нафана и записи прозорливца гада. Первое паралипоменон, 29 глава. Ну, этих пророков мы признаем, да. А о книгах этих пророков записи упоминает паралипоменон, каноническая книга. А самой книги пророка Нафана нету. Где они? Они не то, что не канонические, они вообще отсутствуют. Мы сначала разберем, как мы можем относиться к этому. Дальше. Седьмое. Книга пророка Самуила о правах царства. Первая царь, 10 глава, 25 стих. Это же конституция самая. На ней клялся царь. Что есть права? Ее вдруг нигде нету. Но мы можем только догадываться. Они были в плену, теряли, отбирали. Но мы сейчас увидим, что не всегда так было. Они уничтожали. Притом уничтожали на самом высоком уровне, как в православной, на дальней церкви. Переводчик. Вот мы имеем Евангелие от Матфея, Псалтырь. Кто перевел? Я повторяю еще. Среди сектантов я ни разу не встретил, кто бы знал переводчиков. То есть крайняя неблагодарность. Почему? Они должны сказать, да, мы любим Слово Божие. Но если любите, скажите, кто создал? Ну, безбожники пользуются солнцем, землей, но не хотят видеть автора этого. Нам непонятно разве? Это какое слово? Это неблагодарно называется. А кремлинам, Павел говорит, люди будут неблагодарны, злоречивы. Это все сделали православные, православный профессор, гебраист, папский, Герасим Петрович. Воспитатель старских детей, преподаватель духовной академии, знавший язык еврейский, так, как знают русские не все. Писал учебники для еврейских школ. Учебники. Да у нас на тысячу человек, ну, может, один какой-то, этих, учителей, один что-то внес. И все это отвергли. И не хотят, знаете, ну, папский, а зачем нам не нужен? Вот это вот, ну, это просто понятно. Восьмое. Притчи и песни Соломона утеряны, из которых собрали приезды только малую часть. Читаем 3-я царь, 4-я глава, 3-я стих притчи, 25-я глава, Ну, вот вы признаете притчи Соломона, да. Но тут же написано, что если у него было тысячу притч, а сегодня 98, ну, наверное, надо задуматься, а где же 9-й десятых-то? Вопрос-то не я должен ставить-то. Дальше. Девятая. Книга дел Соломоновых, 3-я царство, 11-я глава, 41-й стих упоминания. Десятое. Пророчество Ахия, Силамлянина, и видение прозорливца и Аиля. Вторая. Парапоминон, 9-я глава, 23-й стих. Дальше. Записи. Записи Хазая, 2-я парапоминон, 33-я глава, 13-й стих, 12-я. И вот эту. Записи пророка Самеи прозорливца Ады, 2-я парапоминон, 13-я глава, 22-й стих, 11-я. 13-я. Книга плачевных песней, 2-я парапоминон, 33-я глава, 25-й стих. 14-я. Записи царей израильских и летопись царей иудейских, 4-я царь, 23-я глава, 28-й стих, 2-я парапоминон, 35-я глава, 26-й стих. Там же 33-я глава, 18-й стих упоминания. То есть 3 раза упоминается в канонических книгах, про эти книги, а их нигде нет. Ну, нам и другого хватит. Но я сейчас вопроса нет отставлю. Ну, мы должны это знать или нет? Ну, нам и этого хватает. Да я не об этом говорю. Подводим к одному, что они книги эти умышленно уничтожали. Часть из них потом была найдена, они включены в Библию. 15-я. Книга царей, 2-я парапоминон, 24-я глава, 27-й стих. 16-я. Записи Иеуя, 2-я парапоминон, 20-я глава, 34-й стих. И многое другое. То есть это малую часть, и уже не стали брать. Допустим, Иисус говорит, зима была, праздник обновления. 10-я глава Евангелия Теана. Но мы не можем отрицать, что его не было обновления. А где это? Книга Маховейская указывает. Ну, она, книга Маховейская, это есть. Но если ты ее не признаешь, что у тебя вообще все подвешилось, Иисус тогда ошибался, обновления никакого не было, или зимы не было, вопрос-то неотвеченно получается. У православных это широта, объем. Сектанты вообще не умеют беседовать, и когда вот я с ним беседовал, поражаешь сознание, мизерные или никакие. В этом вопросе они от православных ничем не отличаются. И чего бы ни сказал, а нам это не надо, я спасен, Дух Святой мной руководит, и все. Какой там Дух руководит? Если всеми Дух Святой 21 тысяча разных названий, это как назвать, динаминации. Прямо противоположные у них. Один воскресенье празднует, другой субботу, воюет друг с другом, и у всех Дух Святой. Не какой-то. Дальше. В Евангелии от Матфея, во второй главе 23 стих, говорится, что будто бы пророки предсказали, что Христос Назареем наречется. Но в теперешней Библии нет этого пророчества. Нет его. Ссылка делается на Самсона, что Назареем. Да какое отношение Самсон имеет? Дальше. Иоанн Златоук в Шестом Тобе говорит, какой пророк сказал себе, не исследуй, ибо много пророческих книг пропало, что можно видеть по истории про Липоменон. Иудеи были нерадивы, и часто, впадая в нечестие, иному попустили потеряться, а иные книги сами сожгли и изорвали. Об этом говорит Иеремия в 36 главе второй стихе. О другом писатель четвертой книги Царств 2 глава 11 стихе. Говорят, что после долгого времени едва нашли второзаконие, закопанное где-то и затерянное. Ежели же тогда, когда не было врагов, они так не родили о священных книгах, то кольми плачи при нашествии неприятелей. Издание Симнаэль 1899 год, том 1, беседа 9, страница 141-142. То есть, я эти данные беру откуда-то и знакомлю. Эти книги никто их не достанет где-то. Ну, мне Господь давал, это была, конечно, милость. Боже, дальше. Но мало того, что иудеи не сохранили своего преимущества и веренного им Словом Божия, римлянам-то эти главы. Так неужели в Новом Завете будем ссылаться на евреев, что если они не сохранили неканонические книги, значит, они и не Божии. Другие народы их сохранили? Другие народы сохранили. И мы это находим у других народов, которые списывали когда-то, там гонений не было, они сохранили. И она за Таустом было 11 томов, и вдруг нашли не где-то у армян, и сразу включили теперь 12. Утолкования на Исаию, пророку. Все. Дальше. Неверно также мнение, что книги на еврейском языке канонические, а если на других языках, то они не канонические. Книга Иисуса сына Сирахова написана была на древнееврейском языке, также и первая книга Маковеева, а книга Даниила написана на арамейском языке. Христос и апостолы указывали на книги у евреев не существовавшие. Матфея 23 глава, 35 стих. Значит, Христос ссылается, и они не оспаривали. Значит, в то время все свежо было, эти книги, может, даже были, а уже исчезли в более поздний период. Ну, просто проверьте себя. Убийство Захарии, дальше. В теперешней еврейской Библии нигде не говорится об избиении пророков древними евреями и об избиении какого-то Захарии, сына Варахиина, в храме. Христос говорил это в обличении, а об этом знали книжники и фарисеи. Следовательно, тогда это было записано, но не вошло в канон, потому что обличало иудеев. Как сегодня, если канонизируют кого-то, Матрону, и вдруг они находят, что она сильно обличала священников, а которые канонизаторы, они говорят, да это не годится, отраду раз и вычеркнули оттуда. Да какая же это биография? Вот сегодня, вчера Золотухина хоронили здесь, ну и биографию его тут приукрашают, а тут другие уже выставляют Содом и Гаморра, которых сколько жил, дитя остается, а дети, говорят, от этого брака, суть свидетелей о разврате против родителей. Я в Библии выставил у меня на форуме, я могу даже это показать, вот где это форум, вот наш форум. И вот на него, если вы зайдете, вот, его и здесь как раз, вот он как выглядит наш форум. И здесь почти первый раз Золотухин Валерий ушел куда? Вчера мы записывали. Ну можно один раз заглянуть и посмотреть. И уже все пишут как есть. Уже каяться перед народом сына Дионисия, что отпевал второй жены брата самоубийцу, да, я виноват, простите, ну и утешить отца. Игрушки какие-то устроили. А тут кто-то выступает и говорит, да все бесчестно, легко оправдать. Дальше сравни. Матфея 23, глава 37 стих, третья езда, первая глава 29, 30 стихе, вторая Тимофея, третья глава 8 стих, противление волхвов Иоанне и Иамбрия. Вот говорит, такие, как Тимофея, говорит, Иоанне и Иамбрия, кто они такие? Где эти сведения? Апостол Павел черпает из потерянной ветхозаветной книги книга Иоанне и Иамбрия. Матфея 27, глава 9, 10 стихе. И взяли 30 сребреников и дали. Текста этого нигде нет в книге Иеремии в теперешней Библии. Ну, все же считают это, как написано у Проха Иеремии, а у него этого нет. Евангелист Матфея взял его из потерянной ныне книги Тайны Иеремии, о которой упоминает Ориген, толкование Матфея, глава 27, Иероним и другие. И Ефесянам, 5 глава, 14 стих. Встань, спящий, воскресни из мертвых. В теперешней Библии нет этого текста, очевидно, взято это из одной из потерянных книг. Ну, взято, ибо написано, встань, спящий, где написано? Конкретно, где написано это? Никто не знает. Одно нашли у Оригина упоминания, другого другого автора. 1 Коринфян, 2 глава, 9 стих. Апостол Павел приводит текст из пророка Исаии, который якобы находится в указанном месте, Исаия 64, 4. По свидетельству древних апостолов апостол Павел подчеркнул этот текст из богодухновенной потерянной книги Апокалипсис Исаии. О как! Как видим, Христос и апостолы приводили цитаты из неканонических книг, и хотя они были евреи, но не тяготели так к ветхозаветным евреям, как сектанты, в жизни которых неверующее еврейство вообще играет крупную роль. Это серьезное обвинение. Значит, евреи, которые распяли Христа, которые книги уничтожали, и они сделали с авторитетом для сектантов. Для церкви никогда они не были авторитетом абсолютным. Дальше. Вопрос к сектантам. Откуда они узнали различия между книгами достоверными и подложными? Между каноническими и неканоническими? Вопрос поставлен. Я такой вопрос всегда ставил. Ответа нету. А зачем нам нужно? Я спасен. За меня Христос умер, он внутри меня живет. Вообще, закрыто, больше ничего не надо. Голова не нужна, совесть не нужна, глаза не нужны. И одно надмение остается, дикое, бесовское надмение. Если скажут от евреев, то они подлежат проклятию вместе с евреями. А если скажут от церкви, то будут противоречить сами себе. Значит, нельзя утверждать, что достаточно одного Слова Божия, написанного для вероучения. Ясно, как день, что еще нужно и предание, и руководство церкви. Упрекая православие в использовании неканонических книг, они сами умышленно прячут бревно сучками в собственном глазу, используя в проповеди всяческие историки и подчас из атеистической литературы. Все это от своего чрева. Церковь так не учит. Из миссионерского журнала «Ревнитель». То есть я не говорю, это не мои слова, то на меня злобятся главное за это. Вы заблудились, вы не знаете, вы ведете, особенно адвентисты, прямо лютуют. А я возьму, тогда и скажу, да-то взято вот откуда. Ну, раз из их литературы даже взято. Вопрос 679. Одинаково ли авторитетные неканонические и неканонические книги Библии? То есть обладают ли они для православных неканонические книги божественным авторитетом? Почему сектанты отвергают эти книги? Разве есть в них что-то для них неприемлемое? Это ко мне вопрос такой поступил. Дальше мой ответ. Если вы этот вопрос зададите сектантам, не рядовым, а их руководителям, показать конкретные места Писания в неканонических книгах, которые противоречат каноническим и по смыслу, и по духу, то они ничего не укажут, кроме того, что в одном месте Сирах допускает выпить немного вина для веселья. Все это идет от нашего научения, от нежелания самому исследовать, от упрямства. Больше ничего в этом нет. Но я говорю, что это не два, не три, а у меня были сотни встреч с самым высоким уровнем с их патриархами. Житков, Бычков, это генеральная секретарь, Карев, я с ними встречался, и вопросы какие-то решали, задавали, никакого ответа нет. Вообще, а зачем нам нужно это? Я верю во Христа. А вы спасенные? Он сразу переходит. Но я сейчас спрашиваю, вот это, почему не принимаете книгу? А вы спасенные? Сейчас с вами разговаривают, вы язычник, наверное, иконы еще есть, мощам поклоняетесь. То есть они сразу заворачивают вот так. Так какая же это беседа? Это жульничество. А собрался беседовать. Мне, если они задают вопрос по иконам, у меня видик выстроен, называется жующие сектанты. Боготоли нынче были, ну, в 12-м году. У них там огромный палаточный домик стоит, музыка, ну не музыка, трамбарарамба на всю площадь-то. Но я зашел, а их недавно там казаки, что ли, громили видать, они там сгрудились. Я говорю, ну, маленько выключить, поговорить-то. Так, а кто вы такие? Мы православные, евангельские христиане. У вас руководитель есть, и все ходят со стаканчиками, все жуют и едят, ну, разных зэков там понабрали. И у каждого Библия сразу подходит. Вы что, православные? Говорят, да. А вот тут Матрону вещи, мощи провозили. Как вы это смотрите? Я ему отвечаю. Он мигом, я не успел ответить даже. Он видит, что он тут пропал с этими мощами-то. Он сразу, иконы-то есть, небось? А что такое иконы? Это идолы. Я говорю, это не идолы. И начинаю ему объяснять. Все лезут, встревают, это все на видео. А зачем вы снимаете? Теперь в интернет поставите? На нас плохо будут думать? Я не разговариваю. Спрашиваю, скажите, в какой храм приходил Христос? Он ни на один вопрос руководитель не может. В этом храме были изображения? Изображения это икон. Иконы, это греческое слово. Иконы. В оригинале написано, и были иконы от пола до потолка, резные, снаружи и снутри. Ну, ладно, это не будем, это... Ну, как не будем? Да хватит агитировать здесь. Я говорю, вы вопрос задали, вы вас задали, а я отмечаю, он не может выслушивать. Это бесноватые люди. Ни один вопрос они не выслушивают. У меня шахматы часы есть. Я говорю, вы беседу хотите провести? Вы нажимаете, ну, как в шахматы играют? Ровное количество времени. Через пять минут и взрывает сатана уже. И все это сейчас на ролике снято. И он выслушал? Нет, конечно. Я его упрашиваю, буквально хватает. Ну, выслушьте, и вы вопрос задали. Ну, все ясно. Скажите, а вы рождение имеете свыше? Ну, мы о иконах вам. Я спрашиваю. Я говорю, да. У меня было 27 сентября, 62-го года. А Духа Святого имеете? Вот, допрос уже. Это суд Божий начался. Ну, по делам Господь будет определять. Я-то думаю так, а ты думаешь иначе. И он даже не слышит. Ну, все ясно. Тогда и... Мы садимся в машину, а мальчик там катается. Видно, сектантский ребенок. Я на велосипедах к нам. А что вы распространяете? Дайте. Вот я дома, я там такой же лжевый, как беседок какой-то крутится. Ну, мы достаем ему Новый Завет, даем Новый Завет, напечатанный неправославными. Мы говорим, сейчас он отдаст им. Они стоят там далеко на площади. Ну, мы же садим, видим, машину покатился и сразу подъезжает и в руки отдает. То есть, это лукавиши, сектантский будет такой же выкормыш. Он ни писания не знает, ничего нет. Он живет в блуде. Ни креста, ни поста. И над православным, над православным изгаляется буквально над всем, что он видит только. Ну, сатана только может это делать. Беседовать вообще не могут, знаний никакого нет. Одна дерзость сатанинская. Женщины без платка, брюка ходят. А что мне надо? Она духом святым руководится. Каким духом? Этот дух-то ты еще и не видел, а не слышала его. Дальше читаем. Я даю такой пример. Один из детей многогетной старобряческой семьи оказался у сектантов. А другой у мусульман, мамлюки. А третий при родителях. Когда они выросли, хотя они родные по крови, они были непримиримыми врагами. И никто из них по-настоящему не знал даже ту веру, в которой был воспитан. Многие держатся за церковно-славянский язык, наговорят тьму возвышенных характеристик ему, но не могут перевести ни одного псалма, ни одного канона на русский язык. Ни канонические книги, кроме третьей езды, приняты соборами. И на эти книги дают толкование святые отцы, такие, как Златоуст. Я ему говорю, Златоуст, а что у меня Златоуст? А кто он такой? Почему я должен слушать его? Ну, еще могу сказать-то. Человека ни разума, ни совести нет. Ну, кто такой Златоуст? Город Златоуст. Слышали такое? Вообще, с кого он назван? Ну, ты хоть что-то Златоусту считал? Нет. А не канонические книги? Нет. Тут был Никонов Алексей Дмитриевич, баптистский пресвитер, он зарегистрирован на всех Б. И эти они, 11 книг, он в собрании вот так оторвал все из Библии и бросил на пол. А Мария Никифоровна Глушкова их собрала, а я переплесчик, реставратор, и я ее переплел, в отдельные корочки сделал. Это богохульники. Для них разницы никакой нет. А он считал их, да, конечно, это малограмотный мужик, страшно злобник, даже не знаешь, с чем сравнивать его. Ему говорят, я говорю, пошел в православную, это Василий Федорович, это будущий священник православный, иди в ад, они все идут. Это во всем собрании. Это Валя Конева была, это слышали. Где он теперь находится? А я ему передачки носил его сыну в тюрьме сидящему, сидел за бандитизм. У другого тут Кроптя тоже, сын тоже в тюрьме сидит. Это я только знаю. Другой есть Василий, Василий говорит, Василиев брат, Сергей Толстенко Федорович. От трех жен, одновременно дети одного возраста, и тоже сидят все жены, и все. Старший сын подошел, который от друга, от Таси. Ну, а родная это жена, Люба Толстенко, Будимир, девичья фамилия. Подошел к ней, папа, я тебе не отец. Золотухин и тот, от своего незаконного рожденного не отказывается и стоит с ним. А я тебе не отец. Ну, действительно, он не отец. Просто пригрелся. Это чтобы я к тому говорю, чтобы у них... Это слабость греха. Ну, вы же надмиваетесь. Какие они православные, там, педофилы. Кого ты знаешь? Одного хотя бы ты знаешь? Нет. А почему, когда обвиняют, молчат? Ну, они-то избрали такую тактику. Я бы не молчал. Я бы не молчал. Когда против меня составили один фильм, здесь ролик-то, ушел тут один сектант, это его дружинин, Митя, Дмитрий Геннадьевич-то. Ну, а его Прокофьева Ирина, она вела на лестничной площадке, такая тема, и говорит, а если я напишу, что у Игнатия в лагере мальчики спать с девочками? Он ей сказал, спать будешь очень беспокойно. Я тебе этого не советую. Не советую. На всякий такой удар я отвечаю серией ударов. Всегда. Почему? За этим стоит у меня лагерь. Лагерь детский, 40 лет. За этим стоит деревня, какой труд положен, и просто так на растерзание никогда не позволю. И у меня еще не было проигранных процессов, которые на меня нападали. Все выиграно. Ну, не считай, вот эти вот, там денег же не было. И деньги заплатят, и выдадут. Все. А дальше Бог расправу сделает. Поэтому кое-где надо восставать, не все так сносить. Святые вступали в такие схватки, как Иоанн Златоуст с Сарием, даже не выскажешь какие. Почему? Потому что за ними стояло общество, сотни тысяч людей. И он обязан был защитить эту истину. Нужно уметь оторваться от своих природных корней, которыми каждый гордится, как традицией, истоком, народностью. При исследовании Библии это все как гири на ногах. Исследование Священного Писания должно начинаться с чистого листа. Никакой предвзятости, пристрастности. Легко обрезать все, чему ты был прежде научен, если Библия это не подтверждает, или отнести в разряд второстепенного, о чем никогда не стоит спорить. То есть и без принятия этого люди могут спастись. Это мой ответ, который я давал с кафедры многочисленной аудитории. Ну а потом это все было записано и издано. Без предвзятости. Ну ты никогда не читал эти книги. Ну как ты их можешь? Вот меня спрашивают какое-то мнение о какой-то книге. Бывает. Очень-очень редко, что книгу я не знаю, ну редко, или новый перевод Библии. Я стараюсь немедленно достать его, оставляю все дела и сажусь, и сразу все пишу, страницы подчеркиваю, и тогда даю рецензию. Только тогда. А как я могу? Отвергаю Солженицына, архипелаголог, а я его не считал. Манька, да яркая. Выступает и где-то в газете ее печатают. Глуп тот, кто дает ответ, не выслушав. Так говорит премудрый. Вопрос 765. Сектанты не признают 14 главу пророка Даниила. Потому что она не каноническая. Как быть? Ответ. Так что же без их признания мы не знаем, как ложку в руке держать? Им достаточно пищи в 66 канонических книгах. Пусть бы они признавали, как должно то, что в них написано. Саддукеи признавали только Тору, пяти книжей, Моисея и Христос. На основании только этих пяти книг доказал им, что они заблуждаются. Говорят, заблуждаетесь и знают Писание и силы Божьи. А о душе вообще слова нет. А он доказал, что есть душа. Слово душа даже нигде. Нужно всегда учиться пользоваться малым. Хуже, когда староверы, беспоповцы вообще не признают Библию. И у них нет авторитета Писания. Вот тут уже настоящая беда. Если сектанты будут признавать только один Новый Завет или даже одно Евангелие, то и этого может оказаться достаточным. А главы 13-й и 14-й пророка Даниила, они нам ничего не прибавляют, кроме двух историй жизни Божия народа. И ставить так вопрос, как быть, вообще не нужно. Это мой ответ. Ну, какую еще большую толерантность можно придумать? А у меня ползала, сидят сектанты. Ну, нету них не признают, да не признают. Лишь бы они против, не воевали. Нет у них икон, пусть бы с икон. Но иконы не идола. И когда им докажут, но им же не поклоняться, это другой вопрос. Это разные вопросы. Признаю я, что стоит здесь какой-то предмет, или не признаю его? 2 Тимофея, 3 глава, 16 стих. Все Писание Бога духовновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. 1 Коринфянам, 12 глава, 29-30 стихи. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцеления? Все ли, говорят языками? Все ли истолкователи? Все ли учители? Я выделяю эти слова. И все ли истолкователи? У сектантов все. Любой, кто бы он ни был, во сколько я в интернете, ну, 6 тысяч друзей, ну, никакого нету вообще отношения к Слову Божию. Вот он на том затвержден, и все, я ему привожу места Писания, как вы их понимаете, он не слышит, даже перепрыгивает. Вот я здесь выставляю ролики, они схватятся между собой, и по сути, что в ролике, они про это даже не говорят, люди. Сектанты ничего не знают. Православные что-то еще пытаются приводить, и бывает ступит, который знает, они его не могут одолеть. А дальше одно сплошной лентой поношения, а только никого не судите. Вы же сейчас, говорите, не судили. Но вы же фактически осудили все, что было в течение 1700 лет. Церкви Христовой, все, как будто никогда не было. Жены, майорсы какие-то идут, нигде у них не встретишь, чтобы там был какой-то Григорий Богослов, Низкий, Ефрем Сирин. Они вообще не знают. У них церковь началась с того, как нашелся человек, как Магомед создал новую религию, и все. А мы против религии. Так вы как раз и верите в религию. Вы не в церкви, а в религии, самоизмышленной. Сектанты признают в большинстве своем канонические книги Библии священными, то есть 39 книг Ветхого Завета и 27 нового. Но и здесь между ними много различий. Есть те, кто совершенно не признают Ветхий Завет. И не все признают неканонические книги. Иные признают часть... Все они признают, все до одного, какие бы они были, неканонические не признают. Иные признают часть Ветхого Завета, но все они претендуют быть самостоятельными толкователями Библии. Рассмотрим согласно Слову Божию их неправоту. Они не могут не согласиться, что некоторые книги, о которых упоминается в Библии, не дошли до нас, как, например, послание апостола Павла к Лаодикийцам. Интересно, когда вы так разговариваете, я говорю, вы Новый Завет знаете, да? А послание Павла, так мы же признаем, ну а послание к Лаодикийцам, а откуда вы это взяли? Да я говорю, вот послание к Колоссянам 4, 16. Он Библию открывает, видно, что не знает. Но ты же проповедуешь, а подожди, не открывай. Ты про это не слышал, что Павел к Лаодикийцам писал? Нет. Ну стоит несколько человек, говорит, ну а эти еще меньше знают, говорит, меня. И никогда, никогда не слышал. Да нет, конечно, его и не было никогда. Я говорю, да, я все послания перечислил, 14. Я говорю, ну давайте откроем, читаем. Колоссянам 4, глава 16 стих. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви. А то, которое из Лаодикие, прочитайте и вы. Я говорю, а какое из Лаодикие, Павел говорил? Значит, Лаодикие было послано. Знаете, для меня как будто бабухам по башке быка стукнут. Стоит, глазами хлопает, и опять смотрит. И как правило, ну а у тебя, брат, как там написано? Я говорю, ну везде одинаково написано. Нет, подождите, это православное прибавляет все. Открывает и так. А у тебя? Он не верит, уже два свидетеля, три. Он не вмещается там, у него ямки там в мозгах нету, как Солженицын говорит. В Лаодикийской церкви было послание. И Павел говорит, обменяйтесь, они разные послания. Его не дошло до нас, не достало времени. Церковь очень осторожно принимала в канон новозаветных книг писания святых апостолов. Ввиду того, что уже во времена их стали появляться подложные писания еретиков, выдававших свои еретические книги за книги святых апостолов, подделывая их подписи и печати. Вот я переписываю с сектантами здесь. Просто писания где-то, кстати, они дальше по басенке в басне какой-то там выходят, проповедник хиньи, беннии, там собирают, что попало. Ну, сошлись хоть один раз на каноны Вселенской церкви. А вот у нас, да у вас не было никогда епископа, это вы старшим преситером называли. Здесь один собор, только на нем 630 епископов со всего мира. И во всей церкви никого не было, кто понимал бы это. Ой-ой-ой. Ну, почему вы не отрицаете о том, что, на, вот как машина ездит, как двигается двигатель, зажигание. А что отрицать? Ну, отрицай, ты же не знаешь этого. Как ты можешь отрицать это, когда оно в миллионы раз сложнее? Это откровение Духа Божия. Где это написано, чтобы подделка была? 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 1-2 стихи. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов. То есть они именем Павла подписывали, а другие не понимали. Дальше. При принятии книг в канон Нового Завета уже было около 50 элитических книг, которые очень многие принимали за настоящие. Ну, вы это знаете, к любому мастерству обращаюсь, ни одного понятия нет. Никакого вообще. А церковь это знает, и книги где-то сохраняются. Они в Ватиканской библиотеке. От них только Евангелий насчитывалось около 20. Это некоторые знают. Я говорю, а какие? Дальше начинают перечислять. Ну, а как узнали, какой истинный? Ну, по какому методу? Где этот канон, который мерили? Вот это вот подходит, а это больше мер. Канон-то. Ну, отелон мер-то. В Париже находятся. В Лувре там где. Ну, а здесь кто определил-то? Не могут ответить. А зачем нам это знать? Я говорю, ну, кто определял? В каком году? Ни одного еще не встретил. Никого. А ты что, не кончал? Да, я библейские курсы кончал в Новосибирске. Дьяконам поставили. И ты не слышал этого? Нет, не слышал. Ну, а слово Златоуст слышал? Да. Преподавали нам. И Златоуст, как кончил жизнь? А нам не говорили. А что он написал? Знать не знаю. То есть слово Златоуст только слышал. Ну, какие же это знания-то? Ну, какие? Ну, если не знаешь ничего, зайди на наш сайт. Я покажу его. На наш сайт. Сайт наш, он один такой. На нем начитано полностью Златоуст. Полностью, абсолютно все. Вот оно. 12 томов. Вот в этой теме звук и видео. Вот наш сайт. Во свете Библии. Здесь 12 томов жития святых. То есть история церкви в образах. 1173 биографии. Ну, хоть одну знаете? Нет. А Павла, вы знаете, что казнели мечом? Да, знаем. А Петра распяли вниз головой? Слышали. А откуда вы это узнали? Ну, так это написано где-то. Ну, а где написано? В Писании этого нет. Павел заканчивает тем, что находится еще в гостинице в Риме. А дальше-то еще жизнь продолжалась. А как в Фомах, где проповедовал? Редко-редко. Но все-таки иногда ответят. В Индии. А как он закончил жизнь? А Андрей? Про Андрея вообще не знают. Ничего не знают. Я разговариваю с руководителем. Они что, если знаете, говорят, откуда ваше знание? Он со скрежетом зубовным должен сказать от православных. И что сохранили канон православное. И что определили канон православное. И перевели на русский язык православное. Так вот Павел о вас как раз и говорил. Люди будут неблагодарны, злоречивы, непокорны родителям. Вот это вы и есть. Ну, послание к римлянам, первая глава, читаем. Дальше мы продолжаем. Каким же образом никто узнал, что только четыре из них настоящие? Вопрос очень простой. Я задаю, как узнали? Ответа нет. Никакого. Но и на него сектанты категорически отказываются отвечать. Иеретики, как правило, духовно развращены лукавством, хитростью, лестью и ложью. А вопрос, ты говоришь, очень простой. Очень простой. Ну, сказать, а где-то написано и сразу принять. Чтобы кто не подумал, что это голословные слова от нерасположенности к ним, попробуйте добиться ответа от них на этот вопрос. То есть, сами попробуйте. Вот вы сейчас услышали, из себя начните, которые там вверху вопросы стоят. Вот. Каким образом, и кто узнал, что четыре из них? Они категорически отказываются отвечать. Это я говорю уже с собственного опыта. Я беседовал с другими миссионерами, говорю, у вас были, говорят, везде одинаковые. Они везде одинаковые, одержимые одним духом. Какой? Духовно развращены. То есть, каждый делает, что хочет. Лукавы, хитры, льстивые и с ложью. Это абсолютно точная характеристика сектантов. А что православные лучше? Да мы сейчас говорим, что признают. Православные признают. У них другая характеристика. Там пьяницы, там блудники, табакуры. Что угодно можете говорить. Они воюют, убивают. Все я признаю. Почему я признаю, вы не признаете? Невзоров говорит, да вот там невежество 700 лет. Я могу не соглашаться, но скажу, в большинстве Невзоров прав. Хотя он совершенно одержимый. С такой ненавистью ему. У него положительный, как говорят мирские люди, энергетики никакой нет. На лице написано. Но, однако, я внимательно прислушиваюсь к нему. Да. Я очень близко, знаком со всеми сектантами и много раз проповедовал с их кафедр. Кафедр в столичных городах. Я живой еще, как это осколок того времени. И всегда поражался их страшному невежеству и малограмотности, их строго ограниченному знанию мест Писания и еще большему нежеланию знать истину. Я даже считаю места, которые Писания. Я говорю, ну вы проходите толкование? Да. Ну вот написано, на небе явится знамение Сына Человеческого. Что это такое? Еще повторяю, за 50 лет. А я веду самую активную работу в Средиземном. 50 лет. Ни один руководитель не мог ответить. Ну Христос. Там написано в связи с знаменем Христос явится. Что Христос явится, скроется, а потом явится опять? Да как, как, знамение? Знамение Сына Человеческого, Животворящий Крест. Мы накладываем на себя. На небе будет крест. И Златоуст говорит, три причины этому. Вы опровергнуть можете или нет? Ничего нету. А обманщики? Нежелание, самое главное, знать истину. На прямо поставленный вопрос они никогда не отвечают прямо. Они так зримо похожи на тех, кто лукавил около Христа, подыскиваясь к Нему. Как будто они только что сошли со страниц Евангелия. Как родные братья тех, кто искушал Христа. И на любой вопрос, проиграв, доступные им два варианта, всегда отвечают. Не знаем. Вот понимаете как? На православных как? А зачем православных? Сейчас о вас говорим. Православные не имеют, вообще ничего не имеют. Они доверились, что достаточно там свечку зажечь, прийти, исповедоваться. Там другой вопрос, другая беда. А у них нет Библии в руках. И дальше откуда это известно? А вот где. Мафея 21, глава 23 стих. И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа. И сказали, какой властью ты это делаешь? И кто дал тебе такую власть? Иисус сказал им в ответ, спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью я это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков? Они же рассуждали между собою. Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. И сказали в ответ Иисусу, не знаем, сказал им Иоанн, и я вам не скажу, какую властью я это делаю. А почему если бы ответили? Если бы сказали Иоанн от Бога, он бы Христос дальше сказал, ну его слушать, он что говорил обо мне? Он говорил, вот агнец Божий берет на себя грех мира. Они бы как, только так и надо было отвечать от Бога-то. Но однако они, и вот сектантам только ответить, да, действительно, мы перед православными в неоплатном долгу. За все ваши клеветы, за поношение, за вагоны лжи, которые выливаете. Ну, речь идет о Библии, которую вы любите, я признаю, вы ее любите. Ну, кто ее сохранил, канон составил? Ответа нет. А кто ее перевел? Ну, скажите. Ну, не знаете, задайте вопрос. Четыре духовные академии, священный синод специально имел три дня, посвященные из всех присутствующих дней рассмотрению перевода, которые поступали. В этом участие имели нескольких канонизированных, как Пиларет Дроздов, Макарий Глухарев. До нас дошло предание, что даже верующие не все склонны были к тому, что только четыре Евангелия, Матфея, Марка, Луки и Иоанна, от Духа Святого. Иные склонны были допускать, что Евангелия от Фомы, от Никодима, Варфоломея, евреев, Басилиска и другие, если и не полностью, то частично, все же, богодухновенные. Все эти Евангелия были положены на престол, помолились Богу, чтобы он сам показал, какие книги от него, и храм был заперт и опечатан. К такому методу прибегали Моисея и Ароны, и в Новом Завете, в Примощах, и в Фимии Всехвальной. Утром обнаружили, что только четыре известные ныне, как канонические, лежали на престоле, остальные были сброшены на пол. Ну, когда Моисеев в жертву один, а Аронов в жертву расцвел, мы тоже прибегли они к этому, ну, как узнать, от Бога, не от Бога. Ну, вот эти вместе, положим все, мало того, за одну ночь расцвели, и плоды показались, и яблоки висит на сухом. А эти лежали, как оглоблю сухие, сектантские, это ничего, от них и нету, и все доказано. Там нету ни подвига, ни смирения, ни поста настоящего. Живут вольно по-мирски, и обольщенные саталой претендуют на царство, на мало того претендуют, никого больше туда не пускают. Православных там нет. Дальше. Ну, даже если и не так было дело, то ныне сознание верующих сумело бы оставить только эти четыре Евангелия. Вот это я беру уже от профессора Марсенковского. При всей своей ненависти и клевете на Вселенскую Церковь сектанты должны быть благоразумными и честными в своих рассуждениях. И сознаться, что канон книг Нового Завета они получили от святых отцов, которые утвердили этот канон на соборах. На этом же самом соборе эти же самые отцы утвердили канон и ветхозаветных книг, среди которых были и неканонические. Ладыкийский собор. Ладыкийский, первая и пятьдесят девятая. Триста шестьдесят 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 год. Не подобает в церкви глагол от псалмы несвященной или книги, неопределенные правилом, но только в правилах, означенные книги Ветхого и Нового Завета. Апостольское правило восемьдесят пятое, первый и второй век. Для всех вас, принадлежащих к Лиру и Мирян, чтимыми и святыми, да будут книги Ветхого Завета. Дальше перечисляются книги Ветхого Завета. Дальше и сверх. Сверх же этого вам да присовокупится в замечание. Чтоб юные ваши изучили премудрость многоученого Сираха. Наши же, то есть Нового Завета, Евангелие 4, Матвейши, 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 Матвейши. И перечисляет эти книги, а потом говорит, Климента послание 2. То есть они входили в Новый Завет. А сектанты ничего этого даже не знают. Климента римский, это апостол Павел в послании к Рим, он нам перевед передает. Ну а потом церковь выделил их в отдельную книгу. И они с этим, сектанты, соглашаются. И постановление вам, епископа, мною, Климентом, изреченные в 8 книгах, которые не подобает обнародовать перед всеми ради того, что в них таинственно. И деяния наши апостольские. Карпагенский собор, 318-й. Год. Год, правило 33-й. Постановлено также, да не читается ничто в церкви под именем Божественных Писаний, кроме Писаний канонических. И дальше перечисляет канонически, ну это все книги, какие у нас было. Сколько? 1, 2, 3 и дальше. Для твердости же, предлежащего правила, да будет извещено всем брат и сослужитель наш, Ванифатий, епископ Римский и прочие епископы тех стран, чтобы мы прияли от отцев, что сие книги читать и подобает в церкви. Вот так. Священным Писанием называется откровение людям воли Божией, записанное Богом, избранными людьми по вдохновению Святого Духа в особые священные книги, которые все вместе именуются Святой Библией. Как происходящее от самого Бога письменное Слово Божие называется Священным Писанием, в отличие от обыкновенных писаний человеческих. Откровение воли Божией не сразу дано было Ветхозаветным людям. И, следовательно, не сразу, а постепенно записывалось в Бога Духновенными людьми. До Моисея не было Священного Писания. Святые праотцы научились вере в Бога и спасались по преданию, то есть устному научению. Вот что такое предание. А когда он написал, это предание стало теперь уже Писанием. А не то, что предание стало. Предание передано от одного поколения до другого. Моисей I записал открытую ему волю Божию в пять книг и объявил их божественными, положил их в храме по правую сторону ковчега Божия. Второзаконие 31 глава 24-26 стихи. Преемник Моисей Иисус Новин тоже вписал слова Божии в книгу Закона Божия. Хотя второзаконие говорило, не добавь, не убавь. Иисуса Новина 24 глава 26 стих. Так поступали и другие, получившие откровение от Бога пророки, как, например, Самуил 1-я царь 10 глава 25 стих. Все богодухновенные книги были собраны и заключены в один канон, по-нашему сказать, в один переплетный том, уже после Вавилонского плена при Ездре и Неемии. 2-я Маковейская 2 глава 26 стих. Вот откуда вы знаете из неканонической книги? И что? Благочестивые люди из еврейского народа писали книги и после Ездры. И церковь считает эти книги полезными для назидания, допускает для чтения. Новозаветное священное писание тоже не сразу появилось. Господь наш Иисус Христос сам ничего не писал. Из жития известно, что Перу Христа принадлежит только одно послание к Авгарию царю Идесскому. Священное писание не человеческое, а божественное. Матфея 5 глава 17-19 стихи. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не приедет небо и земля. Ни одна йота или ни одна черта не приедет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей всех малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Вот это место толковать среди сектантов еще ни разу не встречал. Недавно одного хорошего встретил, ну прям видно, хороший человек-то. И проповедует на эту. Я говорю, да малейшая заповедь, это 9 заповедей блаженства. Он так, гляжу, прислушался вроде бы, как малейшая. А почему он назван малейшими? То есть юнейшими. Они после Моисеева Закона пришли. Но одну заповедь нарушена. Нет, у тебя блажен и нищий духом. А ты не нищий, уже не войдешь. Ну а как же написано, наречешься в Царстве Небесном? В малейшем наречется. Да малейшим это означает ничтожен, будешь брошен в огонь. Но же в Царстве. Царством называется пришествие Христа. Это у Тимофея написано. Поплыл, гляжу, мой проповедник. Нет, это не так, только мое. Вот тут сектанство выперло полностью. Он никого не хочет слушать, один. У него ни учителей, никого нету. До чего-то он доходит, выходит на улицу, проповедует. Ну видно, ревностный. По всему видно, хороший человек. Но он сектант. Абсолютно не церковный разум. Он своим разумом понимает. А другого ты спрашивал своего. Ну вот тот брат есть, он не так понимает. Вот и все, у вас двое уже по-разному. А четвертое. Четыре Маньки и Ваньки, и четыре толкования. Вот и все. Иоанна 5 глава 46-47 стихи. Не думайте, что я буду обвинять вас пред отцем. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите Моим словам? Вот поэтому, если не верят люди толкованием святых отцов об этом, они обречены на разделение. Церковь объединяет, а секты разделяют. Лука 11 глава 28 стих. А он сказал, блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие Его. А чтобы было оно признат Словом Божиим, его надо было выбрать из мусора. Сколько же этих посланий-то было? Иоанна 5 глава 24 стих. Истина, истина, говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий, пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Я говорю, на суд приходит? Нет, не приходит. Написано. Я говорю, как же, всем надежит предстать предсудилищем Христовым. 2 Коринфянам 5-10. Не знает. Так они предстанут, не осужденные будут. Толкование на это есть. 2 Петра 1 глава 21 стих. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии и человеки, будучи движимы Духом Святым. Ну, а проверить, согласны или не согласны. Так, дальше. 2 Тимофеев 3.16. Все Писание Бога духовное и полезное для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Ага. Еще прочитаем. 2 Петра 1 глава 13-19 стихи. Иисуса, сына Сирахова. 15 глава 11-12 стихи. 5 глава 13-7 глава 36 стихи. 18-1. Руфь 2 глава 20 стих. Римлянам послание апостола Павла 1 глава 17-23 стихи. Премудрость Соломона 13 глава 1-10 стихи. Откровение Иоанна Богслова 15 глава 4 стих. Вторая книга Езды 4 глава 28 стих. Бытия книга 2 глава 24 стих. Матфея 19 глава 5 стих. Ефесянам 5 глава 31 стих. И другие. То есть вот этим местам мы хорошо сделали, чтобы на экране было видно. Тормозните и дальше проверьте эти места. Я заранее как бы вопрос задаю. А вы верите, что будут смотреть? Весьма сомнительно. То есть единицы какие-то могут посмотреть. Вот как с ними идет разговор. Вот пятый вопрос. Как у нас бывает? Сектант говорит. Каждый может толковать Библию, как он разумеет ее. Ибо каждый христианин имеет в себе помазание Святого Духа, научающее его истине. 1 Иоанна 2 глава 24 стих. Я сектант, потому что так вы отвечаете? Это же ваши слова. Но я это взял не где-то из журнала Ревнитель до революционного. Что-нибудь изменилось? Да нет, не изменилось. А почему? И Бог один, и демон один остался. И Христос не изменяется. И дьявол тактику меняет. А в общем-то грех монотонен. Православный должен так отвечать. Под помазанием, разумеется, благодать Святого Духа, пребывающая в Церкви Христовой и наставляющая ее на истину. В первенствующей Церкви во время святых апостолов уже были учителя, толкователи Писания. 1 Калифон 12 глава 8 стих и 13 глава 8 стих. Теперь это помазание Святого дается христианам в таинстве мира помазания. Но оно не дает права каждому толковать Священное Писание по своему усмотрению. Оно наставляет и укрепляет в истинном понимании Слова Божия только тех, кто исследует Писание, находятся в общении с Церковью, а не с сектой, в полном послушании и учению Церкви. И в них оно вкладывается. У сектантов, отделившихся от Церкви, нет святых таинств. Нет и не может быть помазания Святого Духа, следовательно, и не может быть правильного понимания Священного Писания. Они не изменятся, но мы один раз должны это засвидетельствовать до Суда Божия и отрести прах. Шестой вопрос. Говорят сектанты так. Всякий верующий без руководства других может сам исследовать Священное Писание, которое может умудрить его во спасение. Иоанна 5 глава 39 стих. Видите, мы их не критикуем, ничего. Я говорю, какими пользуются они местами Писания. Деяния 17 глава 11 и 12 стих. Здешние были благомысления в писала Никских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так? И многие из них уверовали. Из еленских почетных женщин и из мужчин немало. Православный должен отвечать вот так. В приведенных местах нет ни слова не говорится о том, что каждый может толковать Писание так, как ему хочется. Этого нет только в Писании. Словом, исследуйте Писание, Христос советует иудеям, не веровавшим в Него, обратиться к их ветхозаветным писаниям, чтобы убедиться в том, что Он действительно Христос, Мессия, посланный Отцом Небесным для их спасения. Что касается верийцев, то они, разбирая Писание, убеждались в том, что на Христе исполнились все пророчества. И ясно, что они не толковали Писание в кривь и в кость, как наши сектанты, потому что написано, что они приняли Слово со всяким усердием. Дальше. Сектант говорит. Мы надменно, говорят, сектанты, при чтении Писания ни в каких мудрых наставниках не нуждаемся, ибо Бог откровение познания у Его открывает. И немудрым. Матфея 11 глава, 25 стих. В то время, продолжая речь, Иисус сказал, славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил себя от мудрых и разумных, и открыл то младенцам. 1 Корифянам 1 глава, 19 стих. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергнут. Вот сегодня сектанты по интернету отвечают мне именно так. А они это, что здесь у меня, они не считали. Откуда они там научились, что этим стихом надо как-то подтвердить свое заблуждение? Православный отвечает. Ко Христу обращались не только простецы, но и мудрые, и люди высокого положения, как Иосиф Римофейский. Лука, 23 глава, 50 и 51 стих. Сотник Корнили, Деяние, 10 глава, 1 стих. Ученый Саввул, Деяние, 22 глава, 3 стих, 25 и 29 стих. Ясно, что слово «погублю мудрость мудрых» относится не к христианской мудрости, которую апостол Яков советует просить у Бога, Якова, 1 глава, 5 стих, а к языческой, Римлянам, 1 глава, 2 стих, и иудейско-талмудической. Сектанты пользуются хитростью на каждом шагу, скрывая многое из священного писания и, в первую очередь, 11 неканонических книг, стараются через музыку и танцы вести человека в транс, и понося церковь, себя называют церковью, тщательно скрывая свое происхождение и истинное намерение. Вот это особенно они скрывают. Но когда вы возникли, ни под каким видом не выжмешь. Ну я говорю, ну первое, как вы понимаете, вот скакать, прыгать, там, что Дух Святой, там, лечите, ноги растираете, ничего нету, обман. На человека еще 10 болящих других прилепляется-то. Не могут ответить, ну лукавят, то есть, а мог бы сказать. Я у одной здесь был, пришел, она от каких-то там, говорят, шорты, да это не шорты, это трусы, она давай прыгать тут, учительница. Аллилуйя кричит, да не аллилуйя, а аллилуйя еще, и аминь нету, а амэн. Они во всем подражают иностранцев, которые подкармливают их, ужасно. Думаешь, ой-ой-ой, ведь был нормальный человек, пока не познакомился с ними. У нас тут в этом университете, АГУ, это археологический отдел, музей. Ну там черепа, черепа, кости там раскопаны в горном Алтае, все эти красавицы лежат на песке, ну и один там этим занимается, Гальченко. Я с ним побеседовал, я зашел один раз, он начал доказывать, я говорю, вы это раскапываете, это канонами запрещается трогать могилу, вы уже повинны, ну нам же государство разрешает, с государством будете вместе отвечать за это дело. Ну я ушел, у меня занятия эти студентами, я пошел. Проходит какое-то время, он их оставил, он ушел полностью от сектантов, церковь Христа называлась тут, принял православие, проходит какое-то время, он принимает монашество и сделался уже с Хием, Атфеем, Агеем, и у него сгорел храм. Но его настроили против меня. Вот теперь, когда его зажали здесь, и вдруг он является ко мне вот в это помещение, здесь мы сидели, что мне теперь делать? Я говорю, иди и благовествуй, собирай людей по домам, ежедневно собирались-то. Он без храма-то никуда, он как пугало на огороде. Ну и все на этом, сейчас я не знаю, живой он или нет. Все до единой секты созданы масонами для хитрого искусства обольщения. Истинные верующие никогда этим не пользуются. 2 Петра 1 глава 16 стих. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но быв очевидцами его величия. 2 Калифимов 4 глава 2 стих. Но отвергнув скрытые и постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. 2 Калифимов 11 глава 3 стих. Но боюсь, чтоб как змей хитростью своей упрестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. 3 Калифимов 4 глава 16 стих. 3 Папа Святой Иннокентий 1. 402-417 годы. Считали неканонические книги Премудр Соломона, Тавит и Юдип каноническими книгами. Пожалуйста. Утерянные страницы в Септуагинте греческой из Библии, но сохранившиеся в Ульгате, это латинской. Вот, каких у нас нету. Даже в Православной нету. Утеряны были листы, так сказать. Вот эти стихи из 3-й ездры, глава 7-й, 35-й стих Затем последует дело, откроется воздаяние 36-й стих И откроется у озера мучения А против него место покоя Видна будет печь гиены А против нее рай сладости Не называйте цифры И скажет тогда Всевышний пробудившимся народом Посмотрите и поймите, кого вы отвергли Кому вы не служили, чьи заповеди вы презрели То есть это вы найдете в Брестельской Библии Я просто показать, видите как Вот это то, что не вошло в канон и даже в православные нету Хорошо Видите сколько? 102, 105 и 106 стих Все Может быть прочитать даже, я там У нас возможность есть, некоторые вообще могут и не найти Ну давай посмотрим У нас еще возможность есть Все-таки это слава Божия По руководи нами Где это закончилось? 37-й На 38-м Взгляните прямо перед собою и напротив Там сладость и покой, а тут огонь и мучение Вот что скажешь ты им в день суда Этот день таков, что не имеет ни солнца, ни луны, ни звезд Ни облака, ни грома, ни молнии, ни ветра, ни дождя, ни тумана, ни мрака Ни вечера, ни утра, ни лета, ни весны, ни жары, ни зимы, ни мороза, ни холода, ни града, ни дождя, ни росы Ни полдня, ни ночи, ни предрассветных сумерок, ни блеска, ни ясности, ни света, кроме одного лишь сияния светлости Всевышнего Вследствие чего Все могут видеть то, что пред ними Его длительность будет такая же, как седмины лет Такое суд мой, такое суд мой и его порядок Такой Таков Одному тебе я открыл это И я отвечал Я говорил уже и теперь скажу Блаженны живущие, исполняющие заповеданное тобою Но я молил о следующем Найдется ли кто из живущих, чтобы не грешил Или найдется ли кто из родившихся, чтобы не нарушал твоего завета И теперь я вижу, что будущий век принесет сладость не многим, а мучения многим Ибо внутри нас выросло сердце злое, которое удалило нас от него И привело нас к тлению и путям смерти Показало нам тропинки погибели и удалило нас от жизни Притом немалое количество, но почти всех, кто был сотворен И он отвечал мне и сказал Выслушай меня И я наставлю тебя и вразумлю тебя относительно имеющего быть Ввиду этого Бог и сотворил не один век, а два Что же касается твоих слов, что праведных немного, но мало Тогда как нечестивых множество, то выслушай на это вот что Если у тебя будет весьма немного драгоценных камней То ты станешь складывать их у себя по числу их Свинца же и глины изобилия И я сказал Как же это возможно? И он сказал мне Не только это, но спроси землю И та скажет тебе Подойди к ней с лестью И та поведает тебе Ты скажешь ей Ты производишь золото, серебро и медь А также железо, свинец и глину Серебра же больше, чем золото Меди больше, чем серебра Железо больше, чем меди Свинца больше, чем железо И глины больше, чем свинца Посуди теперь сам Что драгоценно и влечет к себе То ли чего много Или то, что является редкостью И я сказал Владыка Господи Что встречается в избытке, то хуже А что попадается реже, то драгоценнее И он отвечал мне и сказал Взвесь про себя то, что ты подумал Кто владеет тем, что с трудом добывается Бывает рад больше того Кто обладает тем, что встречается в избытке Так обстоит дело и с обещанною Мною тварью Я рад буду немногим спасшимся Потому что они утвердили ныне владычество моей славы И на них наречено ныне же мое имя Меня не будет огорчать множество погибших Ведь это те самые, которые теперь уже Уподоблены пару и приравнены к огню и дыму Вот они вспыхнули, запылали и погасли И я отвечал и сказал О земля, что же ты породила, если разум произошел из праха, как и остальная тварь Лучше было бы не появляться самому праху, чтобы из него не возник разум А теперь разум возрастает вместе с нами И из-за этого мы мучимся Так как сознательно идем к гибели Пусть рыдает рот человеческий и радуются полевые звери Пусть рыдают все, кто родился и веселятся твероногие скоты Ибо им гораздо лучше, чем нам Так как они не ждут суда Им неведомо ни мучения, ни блаженства, обещанное им после смерти Что нам пользы в том, что мы будем снова жить Но будем жестоко мучиться Ведь все, кто родился, пропитаны беззакониями Полны грехов и отягчены преступлениями И, быть может, лучше было бы нам Если бы нам не нужно было идти на суд И он отвечал мне и сказал Раньше, чем Всевышний сотворил век с Адамом И всеми происшедшими от него Он приготовил суд и то, что относится к суду Теперь же уразумей на основании своих собственных слов Ведь ты сказал, что разум возрастает с нами Поэтому те, кто живет на земле, терпят здесь мучения Потому что, имея разум, они совершали беззакония И, получая заповеди, не исполняли их И, будучи последователями закона, отвергли закон, полученный ими Что же имеют они сказать на суде Или какой ответ дадут они в ближайшее время В самом деле, сколько времени Всевышний проявлял долготерпение К тем, кто населяет век И не ради их самих, а ради исполнения предусмотренного им срока И я отвечал и сказал Если я нашел благодать пред тобой, Господи То покажи рабу твоему еще следующее Будем ли мы после смерти То есть, когда каждый из нас отдаст душу свою Пребывать в покое Пока не наступят те времена, когда ты начнешь обновлять тварь Или же тот час будем терпеть мучения И он отвечал мне и сказал Покажу тебе это Но ты не смешивай себя с теми, кто презирал И не причисляй себя к тем, которые терпят мучения Ибо у тебя есть сокровище дел, сохраняемое у Всевышнего Но оно не будет пока дано тебе до наступления последнего времени Теперь будет речь о смерти Когда выйдет от Всевышнего приговор относительно срока Чтобы умереть человеку И когда дух выйдет из тела Чтобы снова вернуться к тому, кто дал его Для поклонения прежде всего славе Всевышнего И если это будут души тех, кто презирал И не сохранил путей Всевышнего Пренебрегал его законом И ненавидел боящихся Бога То таковые души не войдут в обители Но немедленно начнут в мучениях В постоянной скорби и печали блуждать по семи путям Первый путь Это то, что они презрели закон Всевышнего Второй путь Они уже не могут принести доброе раскаяние, чтобы жить Третий путь Они увидят награду, сохраняемую для тех, кто верен заветам Всевышнего Четвертый путь Они увидят мучения, сохраняемые для них на самое последнее время Пятый путь Они видят жилища других, охраняемые в глубочайшем молчании ангелами Шестой путь Они видят, что немедленно же отсюда они перейдут на мучения Седьмой путь Превосходящие все названные выше пути Состоит в том, что они тают от смятения Их снедает стыд Они изнемогают от страха При виде славы Всевышнего Пред которой они грешили при жизни И пред которой им предстоит суд в последние времена Что же касается тех, кто сохранял пути Всевышнего То удел их по разлучению с тленным сосудом будет следующий Во время пребывания в нем Они с трудностями служили Всевышнему И каждый час подвергались опасностям Лишь бы всецело сохранить закон законодателя Поэтому приговор о них будет такой Прежде всего они увидят с великою радостью славу того, кто принимает их к себе Покой же они будут вкушать семи видов Первый вид это то, что они с великим трудом вели борьбу С целью преодолеть помышление злое Созданное вместе с ними Чтобы оно не могло отвлекать их от жизни к смерти Второй вид Они созерцают смятение В каком блуждают души нечестивых И наказание предстоящее им Третий вид Они созерцают данное им Их создателям свидетельство Что они при жизни сохранили закон, веренный им Четвертый вид Они сознают свой покой Которым они наслаждаются ныне Собравшись в своих хранилищах И оберегаемые в глубоком молчании ангелами И прославления, ожидающие их в последние времена Пятый вид Они ликуют по поводу того, что покинули ныне тленное И получат будущее наследие Они видят, кроме того, ту тесноту, полную тягости От которой они освободились И начинают чувствовать простор Блаженные и бессмертные Шестой вид Им показано будет Как лицо их засияет, подобно солнцу И они уподобятся по блеску звездам Став тотчас же нетленными Седьмой вид Превосходящий все ранее названные Они будут ликовать с уверенностью Надеяться без посрамления И радоваться без страха Так как они спешат увидеть лицо того Кому они служили при жизни И от кого они должны получить награду Состоящую в прославлении Таков удел душ праведников Возвещаемый им тотчас же Ранее были названы пути тех мучений Которые терпят немедленно же грешники И я отвечал и сказал Значит Душам по разлучению их с телом Будет дано время Чтоб видеть то, о чем ты мне сказал И он сказал мне Семь дней будет длиться То, о чем была их свобода Чтобы они за семь дней увидели то О чем была выше речь А после этого они соберутся В своих жилищах И я отвечал и сказал Если я нашел милость перед очами твоими То покажи мне рабу твоему Кроме того Могут ли в день суда праведники Достигнуть оправдания нечестивых Или молить за них Всевышнего Отцы за сыновей Сыновья за родителей Братья за братьев Родственники За своих близких Или друзья за дорогих Для них лиц Он отвечал мне и сказал Так как ты нашел милость Перед очами моими То я покажу тебе это День суда решительный И являет всем Печать истины Подобно тому, как ныне отец Не посылает сына Или сын Отца Или господин раба Или друг самого Самого дорогого для него человека С тем Чтобы тот думал за него Или спал Или ел Или лечился Так некогда Никогда никто не будет За кого-либо ходатайствовать Но каждый принесет тогда Свои правды Или неправды И я отвечал и сказал Как же мы находим Что Авраам первый молился О садамлянах Ну и далее по тексту Этой главы Уже по канонической Вот эти вот стихи Я тоже Ну лет 10 назад Первый раз увидел Их просто в Синодальной Библии Нигде нет В начитанном у меня Есть симфонии Они есть эти главы Вот относительно Неканонических книг Ну кто скажет Не могу или без них спастись Конечно может Но отрицать их И говорить Что они не от Бога Оснований никакого нет Они говорят Это апокрифы Апокрифы это подделки Как вот те Евангелия Которая церковь вообще их не приняла Там Василийская считает Евангелие к евреям Нам нужно В душе Все время это держать Ты дал нам Слово Божие Твое И как нам его разуметь Я вот обращаюсь к сектантам Скажите Я уверен Первое послание Коринфянам Ну 11 глава И там перечисляют Да 12 глава Одних поставил Во-первых Апостолами Я всегда говорю Ну перечислите апостолов Ну перечисляют безошибочно Все Православные ошибаются Во-вторых Пророками Тут у них уже затруднительно А в-третьих Учителями Ну они опять перечисляют апостолов Притом все одинаково Я говорю В-третьих Ну как это Первых мы Отпустили Они уже уехали Они уже разберлись по странам Вторые пророки Они разлетелись Третьи Ну а кто третий Я вас спрашиваю Не вы меня Я вам отвечу Ну в каждом веке Болисея с вами Вас сидит до скончания века Никак не может быть Чтобы Христово Слово Не исполнилось Кто это Но Игнатия Богомося Слышали Нет Аполикарпа Смирского Иринея Леонского Дальше перечисляют Златоуса Киприяно-Карфагенская Прямо-Сирина Ничего не знают Вот руководящие Знают имена Дальше я начинаю говорить Какие труды Выдержки из трудов Редко-редко Когда Я ему говорю Вот с одним баптистом Я занимался Целую зиму с одним Он расположенный Хороший Ну я ходил Не зря Жена стала православная А он так и остался Баптистом На должности дьякону Я говорю Ну теперь знаю Что никакого Первого воскресения Не будет В тысячелетнее царство Это духовное воскресение Это Да жатвы будут все вместе Да я знаю это Но почему ты на кафере Не проповедуешь Да кто примет То есть боится Вот выступает иногда Здесь профессор Бритый В галстуке Спрашивает Какие недостатки в церкви Он начинает Главное это внутри Он перекидывает место Видно что лукавит Тебя спрашивают в церкви То что видим И я его спрашиваю Скажите Почему вы бороду Бреете Ну всегда понятно Для него законов Никаких нет По стихии мира живут Женщины в брюхах ходят Они найдут на все Главное чтобы ширинки Не было Смехотворство Но ты то православный Ты то пропест Будет другая Нет этого Зачем забманывать что Оглашенных нет Их не оглашают Теперь каноны Да каноны какие Там устарели Бери те которые не устарели Без лукавства Вот каноны Которые говорят о том Чтобы проповедовать И люди обращались И троекратное погружение Это изменилось По какой причине Почему нет крещения В православной церкви сегодня Почему Вот только Ладошкой мокрые И все Особенно По телевидению показывают Батюшка говорит Крещение Такое таинство В котором И дальше человек Троехратно погружается Сам ребенка держит У ребенка здесь ноги Одетый С ползунками Вот так вот На голову Что то пытается ему сделать И вот так мы его погружаем Это православный идиотизм Ну как ты погружаешь Куда погружаешь Он стоит на одном месте Во имя отца Во имя сына Во имя Духа Святого А внизу кафельный пол Кто погружается В кого Глупость с него погрузилась Попа в мальчик Я не говорю что это патриархи Они не любят это Вот и в Японии Тысячу лет назад было Но оттуда бы пример Можем себе перенести Так это разве одно правило Если при живом Муж выйдет замуж По два-три раза Венчают как Пугачеву Венцы то на голову Не надевают А вот так вот идут Сзади жениха Сзади невесты Венчания то нет в церкви Его нету Истинного причастия то нету А почему? Да потому что Нет истинной исповеди Люди не знают в чем каяться Люди совершенно неверующие с улицы У нас то беда Больше чем у сектантов Ну те не знают Еще люди пришли Взял Библию Обольстил себя И пошел Но мы то имеем все сокровище И что мы то православное Вытворяем Говоря мы Я имею ввиду то что называется Православием сегодня Я говорил что Сегодня действующих правил Вселенских поместных соборов Святых Отцов 719 Понимаете 719 Не 613 еврейских Из них 413 Нарушаются ежедневно В каждом храме 413 правил В каждом храме И когда я это разложил по соборам В Жорданвиле было Дайте напечатать надо Я показываю какое правило В каком соборе У меня ушли годы на это Но мы православные Я обязан это соблюдать А может они не нужны Ну как не нужны Тогда бы Господь не выгонял торгашей Почему торгуете Ну там же иконок не было Ну правильно не было Так там валы были Валы то были По закону приносимые жертвы Про икону там не писано Вы вообще еще за это будете отвечать Что иконы там у вас Еще и торгуете Как один Такой рассказ небольшой есть Портной Ну материю то натягивают Ну и малейка там Бывает где то И отрежет и куски Хорошие получались там Как портянки А потом из них Он ребятишек много сошьет И однажды во сне Видит изо рта у него Выросло дерево И все эти куски Материи висят Он проснулся Испугался Говорит Ваня А сын уже под мастерей был Ты мне как в случае чего Ты скажи папа А дерево то растет Он знает что от этого не отстать И когда следующий принес Ему там какой то кафтан шить Он вот так натянул на это Все как надо Размочил И у него опять кусок Он стал резать Папа А тятя Тятя А дерево Тряпки Он как ножницы держал Вот так к сыну Дурак Такого куска там не было Вот у нас нужно обязательно Чтобы такое У нас там в храме иконки Да Христос создал Верте про сбойников Вы создаете шум Мамона За деньги все И крещение все продается Это самая неприкрытая симония И это говорит патриарх Алексей II Ну не у нас в Японии тысячу лет назад Без обиды Ну ведь это же есть Или мы ничего не думаем А чего секты то возникли Чего бы они стали возникать Если бы здесь учили Если бы здесь у нас Ивангельская вера то была Сегодня Ивангельская вера Как ругательная А ты что баптист Но мне все время Наклеивать эти ярлыки Как отец Александр Мень говорил Как заграничный чемодан Меня говорит Обклеили со всех сторон Ты такой Ты еврей Ты там масон Ты продажный Ну ты конкретно Сейчас мы разговариваем О неканонических книгах Вы прочитайте Хотя бы раз Премудрость Соломона Там про идолов Сколько написано Вам это нужно будет Вы увидите Разницу между иконами и идолами Ну один раз Ну Один раз всего Я прошу и умоляю Прочитайте И вы увидите Какая радость у вас будет в душе Серахов Мудрец Он не для себя это искал Я рано пошел путешествовать Кто много ездил Тот много видел И дальше все это рассказывает И при том изречение Которое дел Есть дитё Ты чаще наказывай Не возмущайся криком Есть у тебя дочь Потеряй покой Чтобы она не остромила тебя Перед народом Чтобы в доме отца Не забеременела Брюха ты не сделала Чтобы она не доела мужу Преждевременно не отцвела Не осталась бездетной И все это описано Если жена не ходит По твоей власти От сики От твоей плоти Как обуздать Жен не покорив У всех этих жен Это не покоривые везде Православных не покоривая А сектанты Они вообще Мужья под каблуками И там в якоть Из-под каблука Голову высунул Они у вас Распутные просто Без платка Стоит на капель Гляжу Вот сейчас выходит Крашенная в брюках Там майор какая-то Мещица Ходит Ну все Американская Это свобода такая Кому это все нужно Ну посмотрите Даже выступает Патриарх Он же не бегает По арене То он говорит Да конечно Говорит Вот анархист Да у него голос поставленный Голос такой Он не мучит Он говорит Ну понятно Что грамотно Умный человек Но если его По правильному пути Господь наставит А там Какие плоды От него будут Здесь нечего ждать Одна безразмерная Наглость И вот это Обвинение Православных А сами От православных За тысячу верст Дальше Они в церкви И они Негожи Да божи Как пословица говорит Я каждый день Как евреи Благодарят Что говорит Господи Благодарю тебя Иегова Что я мужчиной сотворен Так и я Я благодарю Что я православный Хотя быть сектантом По всем признакам Я должен быть сектантом Я у них обратился У них уверовал И поэтому то Что я касаюсь И люблю слово Божие Это я не у православных Получил Стать таким Как есть Мне Бог помог И поэтому У меня было рождение Духовного Родителя моих Тихона и Марии Но духовное Рождение Истинное раскаяние Получение Духа Святого Я получил там У пятидесятников Да я не разговаривал Ни на языках Ничего не было То есть мне дали Библию в руки Новый Завет И все Зашли в комнату А я уже верующий Меня никто не уговаривал Я в это верю И по сегодняшний день И всем это желаю Вот так В неканонических книгах Спаси Христос Большой материал Да Богу нашему слава Во веки веков Аминь Аминь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!